Лучшее в стране Событие уникальное, событие культурное, и мы о нем должны, мы просто обязаны рассказать. 3 августа в рамках уникального концертного цикла «Тропические ночи» в самой большой оранжерее ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» пройдет вечерняя премьера концерта для людей и растений. Музыка для цветов в исполнении Николы Мельникова. Кто расскажет, что это будет за концерт? Вначале я скажу несколько слов о том, где это будет происходить. Мы тут совершенно недавно испробовали новый формат. Это старинная оранжерея, которая была построена еще в 18 веке. Потом она горела в пожаре 12-го года. Кто не горел в пожаре 12-го? Да. А потом ее восстановление было поручено знаменитому итальянскому зодчему Доминика Жильярди. А у вас там все непросто, да? Непросто, да. Он тогда был главным архитектором императорского тогда Московского университета. Сейчас нет такой должности. Раньше вот она была. И среди тщательно сохранившихся и поддерживаемых в идеальном состоянии таких романтических руин старых оранжерей, среди субтропических растений, многим из которых порядка 200 лет, представляете себе, в совершенно, наверное, самым необыкновенном пространстве, которое только можно себе вообразить в Москве, у нас в последнее время проходят замечательные музыкальные события, концерты, праздники. Субтропические концерты, практически. Субтропические, да. Ну, мы их называем тропические, чтобы не пересложнять. Ну, а о том, что же мы, собственно, услышим, наверное, лучше всего расскажет Никола. Итак, Никола, прошу. Да, действительно, локация просто невероятная. Я вот вчера, мы начали монтаж, я вечером зашел, просто какие-то невероятные ощущения от предвкушения того, что случится. Это... Я задумал этот концерт примерно полгода назад. Я был в гараже на выставке Такеши Мураками, и у него очень много таких веселых разных историй, куда он вплетает разные цветочки и так далее. И вообще, я, в принципе, очень люблю Азию, тропики, там вот серфинг, такие истории. Это мы знаем из твоего Инстаграма, да. Спасибо. Да, да, да. Мне люди ненавидят за то, что я это выкладываю там, но это все очень... Эти два человека не в счет. Да, да, да. Забудем про них. Но они все равно купили билет, видимо, на завтра. В общем, я просто мечтал когда-то в такой атмосфере сделать выступление, и я знал про еще какие-то разные оранжереи, но вот тут она как бы сама меня нашла. То есть, собственно, ваши представители позвонили мне, и в этот момент я же прямо хотел сделать концерт, то есть вот все сошлось. Вселенная вас услышала, конечно. Да, и именно вот этот старый оранжерея, вот как никакая другая, ну, то есть прекрасная сцена, вообще влага идеальна для звука, то, как она распределяется. То есть живые растения, это лучший вообще диффузор для подавления всех там, то есть звук будет прекрасный. Слушайте, а площадь вообще оранжерея, она какая? Около тысячи квадратных метров, но она почти вся занята все-таки растениями. Там просто лес, да. Зрители будут сидеть между деревьями, между зданиями, где найдут место, да. Там очень прихотливый и сложно устроен зал. Причем зрителей там будет немного, это не какой-то тысячный зал. Порядка двухсот человек. Билеты еще остались или уже... По-моему, последний билет. По-моему, там просто 10, уже 15 билетов осталось, да. Я думаю, это последний шанс, собственно, сейчас найти. Просто вбить Николу Мельникову 3 августа, там что-то, наверное, еще осталось. А что в программе у тебя, расскажи, будет? В программе будет, вот, ну, как известно, вам, не знаю, известно, первый альбом у меня был чисто инструментальный. То есть это как похоже на музыку для фильма, потому что вообще по образованию классический пианист. С четырех лет я этим занимаюсь. То есть там две нулевки. С девяносто шестого года, как сейчас помню. С девяносто шестого года, да. Тогда мне было интереснее ползать под роялем, чем играть на нем. Ну, смотри, это получается мама все-таки благодаря... Конечно, исключительно мама, бабушка. Вот, они меня как бы за две руки притаскивали, усаживали за эсэмин. Отобрали клюшку у мальчика хоккейной. Клюшку, кстати, да, я играл в хоккей тогда, вот. И, вот, и, собственно, у меня выбора не было, но я музыку, естественно, любил. То есть у меня был абсолютный слух, и я все слышал. И если меня было усадить за инструмент, то уже не оторвать. Вот. И так я вот занимался в Гнесинке, провел очень много лет. И потом в академии, вот. Но когда я был в академии, я понял, что мне уже не так интересно исполнять миллионы интерпретаций классической музыки. Мне интересно оставить что-то после себя. Вот. И так я начал писать музыку. Электронная музыка у меня всегда была близка, но я серфил по разным жанрам. То есть у тебя и Бах, и Артемьев, все вот они как-то рядом. Так получается? Не, не. Бах у меня особняком стоит, как икона висит на стене. А в остальном, ну, я вообще никогда, как бы, у меня нет кумиров каких-то, да. Я могу, безусловно, уважать, либо считать, что там человек — это как второе пришествие. Вот как Бах, да, например. Или Рахманинов, мой любимый композитор. Но в электронной музыке я вот вижу другие истории, потому что вот идеализированная гармония в голове классического композитора, она совершенно, абсолютно разнится с электронной музыкой. Я потратил много лет на то, чтобы вот это идеализированное представление о гармонии, наоборот, разрушить и заново собрать его в немного искривленном таком формате, потому что именно вот этот искривленный... Потому что электронная музыка — это все, да, волны, пилообразные, разные волны, и это все как раз очень хорошо действует на человека. И я вот это все заново учился понимать. Как доктор уже сейчас говоришь, да. Ну, да, да, в принципе, это... А музыка лечит. Да, ну вот, а потом я начал думать о том, как мне совместить мои умения, да, то, что я пианист и электронный продюсер, как мне использовать весь этот огромный навык, и, в принципе, я придумал, как это сделать, потому что много электронных синтезаторов также адаптировались под клавиши, да, то есть, собственно, когда создались, там, создавались первые синтезаторы, всем известен MOOC, да, и у него был конкурент, вот они как там West Coast, East Coast в рэпе, также вот они были два создателя синтезаторов, один сделал адаптированные для тех, кто умеет играть на фортепиано, а второй без клавиш сделал, просто аналоговые звуки и там, то есть, разные соединения. Для тех, кто прогуливал музыкальную школу? Ну, для тех, кто вообще в музыке не разбирается, но разбирается в физике, скорее. Ну и, собственно, популярнее, естественно, стало то, что с клавишами, потому что вообще музыкантам стало это понятнее, они стали в этом разбираться, подключать уже физику туда. Вот, и у нас, значит, завтра будет, вот вокруг меня все будет обставлено разными синтезаторами и клавишами, то есть мы там насчитали вчера пять клавишных инструментов, помимо рояля живого, который будет. Вот, и живой звук рояля тоже будет обрабатываться через такой ленточный дилей, в общем, это все зацикливаются звуки. Именно ленточный, не цифровой? Нет, именно, да, винтажный, все, там и винтажный, очень много синтезаторов, которым я больше доверяю, они такой более жирный, насыщенный звук. Ну, я так понимаю, что у тебя стиль в музыке, если вот я правильно это все говорю, это кроссовер музыка, да, то есть ты сочетаешь разные стили? Первый альбом, да, сейчас уже сложно сказать, какой стиль музыки, потому что у меня добавился вокал, вот несколько, два года назад ровно я побывал на концерте любимой группы моей, немецкой такая, Мадерат, я первый раз на них был четыре года назад в Нью-Йорке, а тут я вот, они следующий альбом выпустили, приехал, и после этого концерта я понял, что, по сути, мне не хватает одного, это запеть. Ну, с уроков хора меня всегда выгоняли. Почему, кстати? Ну, вот, я себя не очень вел вообще, и, как бы, когда у меня сломался голос, учиться по хору перекрестилось, она сказала, все, слава богу. Но, как бы, слух у меня есть, поэтому, и, в принципе, я слушаю много музыки, поэтому петь я сам как-то научился, да? Подожди, то есть тебя в Гнесинке не учили, в вокал, ну, так? Ну, хор был, вот, ну, хор, но это, как бы, как, не учили особо, да, так, ну... Значит, ты поешь, что поешь, материал песни, сам пишешь песни? Материал, да, я сам пишу песни, на русском у меня пока не получается писать, я пишу на английском песни, практически все про любовь, вот, такая тема, близкая мне. То есть всякие переживания, которые я переношу в музыку. В принципе, все ощущения я стараюсь переносить в музыку, потому что я считаю, что, ну, музыкант — это его основной язык. Друзья, этот основной язык завтра вы услышите, завтра вы прикоснетесь к прекрасному, приходите в аптекарский огород, начало... 21 час. Это вечером, то есть... Это ночной концерт. ...с работы придете и ничего не пропустите. Между прочим, угощают гостей игристым напитком, поэтому это тоже добавляет несколько очков концерту. Не пропускайте. Скоро вернемся. Лучшее в стране. Дамы и господа, Алексей Ратиюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» сегодня в гостях у страны ФМ, а также музыкант, саунд-продюсер, пианист, композитор и певец Никола Мельников. Завтра в «Аптекарском огороде» случится музыкальное событие «Музыка для цветов», концерт вечерний, который проведет, который исполнит Никита Никола Мельников. Значит, у нас есть возможность посмотреть кусочек. Что это будет? Расскажи сначала, предварительно. Это видео... Вот уже пошло сейчас, да. Вот Никола Мельников. Там будет два трека из первого альбома. Так получилось, что мы просто случайно записали это видео с очень интересными ребятами. Fairlane Acoustic. Твоя музыка. Да, там две композиции. Это одна из них «Mother's Beauty» либо «Маме прекрасный». Это я для мамы написал давно. И одна, вторая — это «Inception». Это вообще главный трек из альбома. Исполнишь ее завтра, как в программе? Есть ли? В первом блоке. В первом блоке. Исполнишь ее завтра. Нас враты, 2011-2011-2011. Исполнишь ее завтра. Исполний цар Ric 완벽ный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа! Да, очень красивая композиция Никола Мельников в эфире телерадиоканала «Страна ФМ» И завтра все это великолепие и не только это в аптекарском огороде приходите, начало в 9 вечера Между прочим, я вот подсмотрел у тебя в инстаграме, что написано следующее И буду использовать технологии, которые обычно не рискуют использовать на концертах Никола, у меня есть знакомые такие ребята, они уже всемирно известные, их называют Плейтроника Ребята занимаются производством, которые позволяют играть от разных предметов, то есть фрукты, цветы, разные вещи Типа термин вокса, что ли? Что это такое? Нет, они просто... То есть этот прибор, одним проводом он подключается в компьютер, мы выбираем какой-то звук, а вторым подключаем к... Втыкаете в яблоко, например Яблоко, ананас, да, там, например И, собственно, вот он проводит таким образом электричество и сигнал, так что, прикасаясь к ананасу, например, мы можем слышать этот звук И так, распределяя на разные предметы, мы можем прикасаться Ну, там много разных условий, должно правильно заземляться, должна быть влага Это примерно какой звук? А, кстати, не меняется ли частота от влаги? Как это все настроить, как музыканта? Это уже про другой прибор, который тоже расскажу А тут именно четко все, звук такой, как мы назначим в программе, например, облитон или лоджик, разные секвенсоры, которые на компьютере Но вот очень важна, опять же, влага, поэтому растения, то, что мы будем делать, это просто идеальное место, чтобы это все сработало В какой-то момент я хочу использовать эту технологию, так как очень много растений, аккуратно прикасаясь к ним, я буду запускать разные музыкальные партии И создавая из этого целую такую маленькую симфонию Но вы же понимаете, что такую симфонию можно сыграть только в аптекарском огороде, там много растений Конечно, поэтому все, собственно, только к этому идет Есть еще у них другой прибор, Touch Me называется, то есть его, он, по идее, для каких-то тактильных симфоний, я бы сказал То есть два человека должны взяться, один с одной стороны, второй с другой И прикасаясь друг к другу, будет проявляться звук То есть чем больше ширина площади прикосновения, то есть, например, сильное нажатие, это высокий тон Если так отпускаешь потихонечку, он понижается То есть если нужна дискотека, мы приглашаем борца или боксеров Ну, это как бы грубый метод, так, в принципе, это можно использовать в каких-то других ситуациях Я попробовал сделать это с водой, у меня получилась тоже эта история Так что на воде я буду тоже играть завтра Друзья, будущее наступило Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к программе «Лучшее в стране» Не переключайтесь Друзья, как правильно провести вечер пятницы, если вы уже устали от всего И считаете, что вы уже все видели в Москве, ничего подобного Завтра в рамках уникального концертного цикла «Мтропические ночи» В самой большой оранжереи ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Пройдет вечерняя премьера концерта для людей и растений Ну, наверное, для растений и людей Музыка для цветов в исполнении Николы Мельника Давайте послушаем, вот что скажет руководитель ботанического сада Алексей Ратиюм по поводу вот этого концерта Как растения отнесутся, что вы думаете? Я только что понял из предыдущей части нашей передачи, что это, наверное, будет самый уникальный по формату концерт за всю историю 312-летнюю историю ботанического сада Потому что растения, которые мы столь бережно выращивали, станут в данном случае не только просто свидетелями и участниками концерта Они станут музыкальными инструментами, не так ли? Ну, абсолютно, абсолютно, да Ну, а как вообще вы договаривались, как вот это все рождалось? Зрители, цветы, растения, Никола, как это все? Ну, вот представитель аптекарского огорода, Марина, она меня пригласила на встречу Я пришел и говорю, о, как здорово, давайте сделаем концерт для цветов А давайте мы не будем приглашать людей Она очень удивилась, она сказала, ну, как это, не будем приглашать людей? Я говорю, ну, так это же концерт для цветов, а зачем, в принципе, нам люди? Мы можем сделать какую-то трансляцию, видео в интернет, чтобы люди посмотрели за этим диалогом, медитацией Она говорит, ну, давайте все-таки позовем людей, они как бы все-таки нам нужны Ну, интересно, конечно Ну, хорошо, давайте И вот, собственно, мы пригласили 200 человек, у них будет шанс как бы понаблюдать за этим диалогом Потому что, ну, для людей очень много всего есть, да, здесь все вообще У нас в Москве есть все для людей, все развлечения для людей А цветы, может быть, им тоже хочется как-то интересно провести время А то они просто растут там и растут себя Слушайте, сейчас Алексей растрогается просто после вашей фразы Так, концерт завтра, но еще какие мероприятия в ближайшее время уж? Раз мы сейчас заговорили о концертах, что будет? Ну, я думаю, что самое интересное для меня в ближайшее время Это 25 августа будет «Российская ночь кино» И мне предложили написать сейчас музыку для фильма Мы долго выбирали Это не мое кино, ему в этом году 100 лет Называется оно «Барышний хулиган» Писал сценарий для этого фильма Маяковский, Владимир Маяковский И, что самое удивительное для меня, он там играет главную роль То есть я не знал, что он был еще и актером И очень интересное пересечение, что фильма 100 лет В этом году Маяковскому 125 лет Следовательно, ему было тогда 25, как и мне И как бы такое спустя 100 лет Вот это все меня очень вдохновляет на историю Вот я с оркестром, которым я часто работаю С которым у меня на «Пик в Идаме» на опере, которую я делал Тоже играл в «Нью Классик Бэнд» Вот мы вместе с ними это исполним вживую Но там буду я, естественно, в свои вкрапления электроники давать Показывая свой фирменный стиль Когда, где, во сколько? Это будет в «Заряде» с наступлением ночи в парке «Заряде» Судя по всему, на открытой сцене Я надеюсь, будет хорошая погода, как все лето Приходите, это будет здорово, открытый вход Число? Ночь кино, 25 августа 25 августа, ну там хорошая площадка, прекрасный вид И как раз на сцену, и вообще на панораму Москвы Желаю удачи А кино когда, от чего оно выйдет? Или уже вышло? Это кино, но я думаю, что это будет как такой арт-проект То есть вряд ли его будут во всех кинотеатрах показывать Потому что это фильму сто лет То есть, ну у нас такое не особо практикует Я думаю, что это скорее как арт-проект Это для меня даже интереснее Появится ли этот арт-проект с музыкой В записи, да? В записи на Ютьюбе, например, как это еще? Надеюсь, я думаю, да, потому что вряд ли мы один раз исполним И все Я думаю, что наверняка будет запись И это будет интересно посмотреть дальше Дамы и господа, если у вас есть вопросы для Алексея Если у вас есть вопросы для Николы Оставляйте их ВКонтакте с стороны ФМ Потому что у нас есть публикация И есть еще несколько вопросов Которые мы будем обсуждать до конца этого часа Они тоже касаются концертной программы Так что не переключайтесь, будет интересно Сейчас маленькая пауза Мы посмотрим, послушаем трек под названием «Чайка» Артур Пирожков Дамы и господа, Алексей Ратиюм и Никола Мельников В гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» Мы вас приглашаем на концерт, который случится завтра В аптекарском огороде Приходите, начало в 9 вечера Там будут инструментальные произведения для цветов и для людей Ну и будут песни, которые Никола сам написал и сам же исполнит Собственно, мы ждем пластиночку вокальную Пластиночка выйдет до конца года, правильно? Да, точно, точно, обещаю Не в первый раз обещаю, конечно Просто у меня такое ощущение, что пока я писал этот альбом У меня немножко переформатировалось сознание И я уже начал третий альбом писать, не выпуская второй Вот сейчас я думаю, что с этим делать Но в принципе я уже понял, как это сделать Поэтому обещаю осенью, в течение осени выйдет все То есть у нас пока нет еще песен на русском языке Возможно, они появятся Мы ждем с нетерпением Если кто-то, ну, например, считает, что он пишет хорошие стихи Можно ли их показать тебе, чтобы ты попробовал на эти стихи? Да, я всегда открыт вообще к любому сотрудничеству с творческими людьми Присылайте, я всегда посмотрю, всегда отвечу Если не отвечу, значит отвечу чуть позже Ну, мы, по крайней мере, будем надеяться, что в инстаграме, в директе тебе напишут Ну, как лучше все, да? Конечно, да, в инстаграме, в директе, там уже по почте Это все уже немножко устаревает в плане такого быстрого общения Что еще, какие еще у тебя замыслы, может быть, российские, может быть, международные на ближайшее время? Ну, я хотел бы вот альбом как раз выпускать, собственно, за границей И расширять свой лайф сейчас, то есть вот завтра люди увидят, как я бегаю от одного инструмента к другому На самом деле это не так-то просто за всем этим уследить Я, если честно, хотел бы себе немножко задачу упростить, чтобы сконцентрироваться больше на работе с вокалом и клавишем То есть там отдать ритмы барабанщикам, какие-то живые оркестровые инструменты использовать И чтобы у меня была большая, большую группу людей собрать вокруг себя, единомышленников, музыкантов То есть, смотри-ка, может быть, Мельников Бэнд появится? Да, вряд ли, название стран У меня вообще, у меня есть группа с друзьями, мы такую сделали Это как мой сайд-проект, он называется Броска Это очень шуточная группа, вот, я думаю, что вы ее еще услышите когда-нибудь У нас пока нет ни одного трека, и у нас не было ни одной репетиции Но зато у нас было уже четыре выступления На двух фестивалях Есть же у тебя еще выступление в качестве диджея, вот об этом расскажи Да, было много, точнее, я в принципе играю так, но больше на закрытых мероприятиях для всяких брендов Но я когда-то очень хотел стать диджеем Меня мой друг уговорил из Москвы переехать в Петербург Я переехал туда, значит, искать вдохновение Мы тогда играли вообще какой-то прогрессив хаус, транс хотели на стадионах, значит, просто раскачивать Но причем же не просто у тебя вертушки, у тебя рядом стоит синтезатор Сейчас, да, сейчас я это делаю, да, постоянно То есть объединяю, как бы свожу, объединяю И завтра будут вертушки на концерте, в принципе, это удобно для некоторых партий Нормально И вот мы с ним, значит, в этом жанре начали развиваться Поехали какой-то на один фестиваль, на второй Но спустя год я понял, что... То есть мне как бы уже тогда нравилась вот такая электроника, которая мне нравится сейчас Но мы понимали, что это, значит, андерграунд То есть это люди слушать не будут Нам надо на чем-то более мейнстримом выезжать А потом уже, значит, когда мы чего-то добьемся, надо... можем делать, что хотим На самом деле не могу сказать, что и как бы правильно мы думали, и неправильно То есть мы... как бы я добился там какой-то известности не благодаря тому, что мы делали тогда Но я хочу сказать всем, что самое главное — это делать, что нравится То есть вот никогда не ориентироваться на то, что вот я буду сейчас создавать коммерческий продукт И он сработает, а мне это не нравится Если не нравится, то вряд ли что-то получится Нам тогда нравились просто вот фестивали, значит, вот эта вся история, там, стадионы Вот, но сейчас я слушаю эту музыку и думаю, господи, какая-то тупая эта музыка такая Просто абсолютно... Перерос ее Ну да, 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 там было очень много интересных, курьезных историй В итоге я вернулся в Москву из Питера и, собственно, понял, что я, в принципе, на своем месте, в своем родном городе Петербург — прекрасный город, чтобы вот так приехать туда на неделю, на три дня, там, с девушкой, там, может... Но не жить там, потому что там другой ритм, как бы Питеру большущий привет Смотрите, слушайте Странную ФМ Друзья, у нас маленькая пауза, после которой мы обязательно вернемся, дождитесь Друзья, директор аптекарского огорода Алексей Ратиюм сегодня в гостях у Странной ФМ, а также музыкант Никола Мельников У нас сейчас на очереди очередной трек, уже трек вокальный, вот о нем немножко расскажи Он называется All Night Long Я думаю, что я просто очень много написал в своей жизни грустной музыки И это такое немножко абсолютно антипод То есть такое поживее, повеселее То, что, возможно, какие-то в жизни моей случились изменения, и мне захотелось в таком настроении написать Давайте посмотрим, послушаем Итак, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 До свидания! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!